Всех приветствую! Меня зовут Валерия Нестерова и на своем YouTube-канале я рассказываю о парфюмерии. Сейчас я нахожусь в Мюнхене и посещала один парфюмерный бутик, местный бренд, который называется Lengling. И очень хочу с вами поделиться впечатлениями от дегустации ароматов, от того, как все устроено в бутике. И, конечно, сделать распаковочку того, что я в нем приобрела. Значит, бренд Lengling, он основан в 2015 году с семейной парой, мужчиной и женщиной, у которых все есть, у которых трое детей. И в свое, скажем так, удовольствие, в свое развитие для души они создали свой парфюмерный бренд. В аромате бренда на текущий момент 10 ароматов. Бренд создан в 2015 году в Мюнхене, даже написано MUNISH. И каждый аромат, он связан с определенной историей. Это нишевый бренд. И в каждом аромате заключена какая-то идеология, какое-то вдохновение, чем вдохновлялись создатели бренда. И вообще, давайте разберем слово Lengling. Что это значит? Это в переводе IN-YAN означает. То есть в концепции бренда предполагается не традиционное раскрытие по пирамиде аромата, а, скажем так, светлое и теневое раскрытие аромата. То есть в каждом парфюме есть две грани. Одна светлая, которая слышна сразу, и другая послевкусие, которое слышно спустя некоторое время раскрытия. И даже во время самой дегустации, вся дегустация проходит либо на бумажных салфеточках, на которые наносят аромат. И действительно салфеточки, раскрытие аромата происходит нежнее, легче, многограннее. Попробуйте это ощутить на дегустации ваших ароматов. И вторая часть, эта дегустация происходит под стеклянным колпачком, когда ты слушаешь аромат уже в раскрытии, после, спустя некоторое время, скажем так, ноты из сердечных, когда переходят в шлейф. И действительно можно уловить две грани. Одна светлая, другая более темная. И это очень интересное и увлекательное описание. И мне очень понравилось, что консультант в парфюмерном магазине в Мюнхене, она прям провела меня очень красиво через всю концепцию бренда. Она была вовлечена, она предложила мне присесть. Затем провела дегустацию. И каждый раз, описывая аромат, она делает эмоционально. Прямо реально вкладываясь и передавая все то, что заключил туда парфюмер. И это безумно и невероятно привлекательно. Так что я понимаю секрет успешных продаж. Он как раз связан и с вовлечением, и с... Когда ваши консультанты в парфюмерных магазинах умеют говорить с клиентами на одном языке и передавать концепцию, не искажая ее. И, конечно же, я приобрела четыре аромата. Это можно пока что эксклюзивно приобрести только в Мюнхене, в онлайн-продажах такого пока невозможно. То есть коробочка-сет. Мне, кстати, повязали очень красивый бантик на нее. В коробочке в сете находятся четыре аромата. И это такой как бы футлярчик, в который можно вкладывать... Сейчас покажу, как. Он такой очень железный, тяжелый. Сюда можно вкладывать тот аромат, который вы сегодня, допустим, хотите наносить. То есть мы снимаем крышечку, вкладываем его в футляр и, оп, пожалуйста, в сумочке его носим. Ну и так далее, да. Вот. И такой набор можно эксклюзивно приобрести пока что только в Мюнхене, когда есть четыре миниатюры. И когда есть вот такие, выбираешь любые четыре миниатюры, и вот так вот его покупаешь. В онлайн, говорю, пока такого формата нет. И по мне это очень удобно, потому что, во-первых, ты можешь познакомиться с большим количеством ароматов и сделать это в тревел-формате, в тревел-версиях, которые удобно и в сумочке носить. И, допустим, если там перелет, как у меня, и я беру только ручную кладь, я не могу взять с собой парфюм 100 миллилитров. И это крайне неудобно, большие жидкости перевозить. Плюс, если у вас тоже такое отношение к парфюмерии, что вы хотите много всего попробовать, не хотите ограничиваться чем-то одним или двумя или десятью ароматами, а парфюм, да, имеет тенденцию прегрегать со временем. Поэтому оптимальный вариант вот использовать тревел-версии миниатюрки для того, чтобы наслаждаться исключением. Что еще у меня есть в пакетике, да, мне дали такую книжечку. Я считаю, это очень интересный. В книжечке консультант вложила салфеточки. То есть каждый аромат, который мы дегустировали, да, номер один, он вот на салфеточке пропитан, да. Вот дальше там второй идет аромат, тоже там на салфеточке он есть. Третий тоже есть. Ну, уже такое все немножко перемешалось, но мне кажется, интересный способ подачи, интересный способ сервиса. Так вот, про все десять ароматов, наверное, я не буду рассказывать в деталях. Я расскажу больше про тем, которые мне понравились с альфакторной точки зрения, со стороны раскрытия и которые я прям взяла в миниатюрках для того, чтобы попробовать. Сразу скажу, я хотела взять только три, но так как сет был из четырех ароматов, я такая, ну, давайте четвертый еще возьмем. По стоимости все это стоит порядка, честно говоря, чек не сохранился, то ли 160, то ли 180 евро. Можете, да, это перевести на рубли на другую валюту и посчитать, сколько это выходит. Но это сегмент, мы понимаем, нишевые парфюмерии, будиковая история, поэтому продукция здесь достаточно дорогая. Я выбрала ароматы под номерами номер 6, номер 7, номер 8 и номер 9. И еще мне в подарок дали ряд пробничков, о них тоже расскажу. Давайте начнем с дегустации. И первый аромат, который я безумно люблю, я его прям влюбилась, это, мне кажется, сейчас один из моих фаворитов, в принципе, в парфюмах. Хочется его носить и днем, и ночью, однако делать я это не буду, потому что есть такое правило уместности, и не всегда уместно один и тот же аромат носить везде, но он мне очень нравится, я прям хочу им наслаждаться, поэтому у меня есть лайфхак, как наносить парфюм так, чтобы он вам не подходит, но вы хотите им наслаждаться, чтобы вы им наслаждались, а как бы другие считывали у вас другие ароматы от вас, да, то есть мы наносим на еремную впадинку, тогда близко к носу мы слышим это дыхание, а на волосы сзади по линии роста волос, да, объемным шлейфом мы наносим совершенно другой аромат. Итак, значит, я наношу номер 6 аромат, который мне безумно понравился, называется а-ля карт, и я вам буду пересказывать истории, которые мне рассказывала консультант в парфюмерном магазине, и они тоже меня, честно говоря, впечатлили и как-то способствовали принятию решения о покупке. Значит, что рассказала мне консультант, что а-ля карт – это, в общем, та ситуация, когда роскошные женщины, роскошные дивы пришли на ужин в крутой ресторан, и уже после того, как подали все основные блюда, все было съедено, дальше время десертов. Макарунс, тирамису, чизкейки, разнообразные сладости, чай, кофе, и вот эта атмосфера, которая витает в воздухе от красивых девушек, от вкусных десертов, все это передано в аромате а-ля карт. Действительно, он очень вкусный и многогранный с точки зрения гурманских оттенков. В нем есть кофейные ноты, бальзамические оттенки, можно уловить разные десерты, и тирамису как будто бы там есть, и чайные оттенки там слышны, и макарунс со своей фруктово-цветочной в истории тоже подсказывает, что они там находятся. Очень вкусный гурманский аромат, и мне нравится, что он не такой провокационно яркий, и насыщенный, который сбивает с ног. Знаете, порой бывают сладкие ароматы, которые такие убивают тебя и приглашают. Этот какой-то он такой, знаете, диффузный, да, то есть летучий, и в то же время невесомый, но он не будет вас прям перегружать. Вот кто не любит слишком насыщенные ароматы, но при этом любит сладости и необычные, я рекомендую прям присмотреться от души. И вот чем-то эта история напоминает, я ловила себя на мысли, раньше был такой аромат в бутиках Массима Дути, такой бальзамические ноты, там были слышны кожаные оттенки. Насчет кожи здесь, конечно, нет, больше такие бальзамические оттенки слышны. Вот чем-то перекликается, да, с Массима Дути. Производит ощущение, опять же, дороговизны, ощущение того, что вы дива, ощущение того, что есть определенный статус. И здесь сладкие ноты, они не слишком, опять же, кричащие такие вот, все переходящие в зону флирта. Нет, они более-таки строгие, да, с древесностью оттененные, то есть позволяют все-таки уместно носить данный аромат на случай, когда у вас даже может быть деловой костюм, и одно интимное распыление дает вам ощущение вот этого статуса, что вы пришли на деловую встречу. Ну и на мероприятие тоже его красиво одевать, наносить. Да, уже можно побольше позволить себе объемный шлейф. Тоже будете в центре внимания. Аромат, да, которым хочется наслаждаться, я от души рекомендую попробовать. Номер 6, а-ля карт, если еще не знакома с брендом. Следующий парфюм, это номер 7, который называется Секуши. Такое название в переводе с японского, оно переводится как соблазнение, да, какая-то интимная страсть, соблазнение. Давайте тоже продегустируем аромат. У меня прям вихрь ассоциации с ним проходит. Во-первых, я в нем одну улавливаю четкую грань, вот ощущение знаменитого, известного аромата от бренда Tom Ford, который называется, господи, этот кожаный, тосканская кожа. Вот, с одной стороны, эта часть, эта грань в нем есть, с другой стороны, что-то есть от табак-ваниль, да, тоже Tom Ford. То есть, вроде бы у нас что-то есть такое пряное, а вроде что-то кожаное есть. И при этом все покрыто слоем мускуса, такое очень мягкое. Ну, интересная игра, интересное раскрытие, тоже аромат про мягкость, и я бы сказала про тоже статусность, да, потому что кожаные ноты, бальзамические оттенки, пряные оттенки в деликатном введении дают ощущение статусности. Мягкость в аромате слышна за счет мускусных, интимных нот, поэтому тоже может для пробуждения чувственности и страсти идти, особенно для таких девушек с харизмой, с внутренним стержнем, вот, присмотритесь к нему повнимательнее. Он менее сладкий, чем предыдущий, больше такой с кислинкой и с пряным ощущением нот, да, то есть мы вначале слышим табачные оттенки, потом слышим оттенки, значит, как табак-ваниль, вот прям раскрытие, да, немножко сухофруктовое идет, потом уходит все это в кожаность. Опять же, это раскрытие больше на коже начинает проявляться, нежели чем с бумажки, салфеточки. И история создания этого аромата, чем вдохновлялись парфюмеры, это вот именно японской игрой про соблазнение, да, про чувственность. И, конечно, это также удалось красиво обыграть в аромате за счет вот некой ощущения интимности, тактильности, бархатистости, да, вот этого слоя мускусов, который и присутствует в парфюме. Следующий аромат номер 08, ой, 8, который называется Аперо. Аперо, не равно Апероль, да, как из Италии. Аперо – это время, когда собираются друзья, знакомые для того, чтобы отпраздновать, короче, вечер за каким-то напитком, за хорошим разговором. Вечер четверга, пятницы, субботы, да, когда закончился рабочий день, и просто вот как бы Аперо – это время на переговоры. И мне в этом аромате, давайте сейчас расскажу, что есть, мне понравилось, что здесь очень красиво раскрывается мимоза. Вот прям она идет в сочетании с цитрусовыми оттенками, с легкими фруктовыми персиковыми нотами. И она такая полупрозрачная, веселая, нетяжелая, жизнерадостная. Вот действительно напоминает, да, там, даже если мы к истории аромата обратимся, напоминает вот это время, потому что когда-то вы за бокалом белого вина, ароматного белого вина, находишься в компании друзей, и вы начинаете коммуницировать и общаться. Это жизнерадостный, веселый аромат, да, немножко у нас мимоза имеют пудровые оттенки, поэтому будет он смягчаться. Обычно мимоза в парфюмах дает некий винтажный оттенок, оттенок гербария, но здесь она такая более веселая, более модная, современная, интересная с точки зрения раскрытия, с точки зрения… Мне нравится, что, вот знаете, как бы вся коллекция бренда, она дает разные ощущения массажа эмоций, да, какие-то ароматы у нас больше уходят в сладости, другие в цитрусы, и вот на волне, когда ты чувствуешь разные эмоции, это позволяет тебе наслаждаться брендом еще больше. Безумно красивый аромат, тоже рекомендую его попробовать. И следующий, девятый аромат, вундервинт называется, да, или фейритейл, сказка, волшебная сказка. Этот аромат, скажем так, впечатлил меня тем, что своей необычностью, не скажу, что это необычный аккорд, но я точно знаю, что у меня таких ароматов нет в коллекции обычно, и мне захотелось просто с ним поэкспериментировать и взять его для того, чтобы посмотреть, как он будет на коже моей раскрываться, как, ну, его поведение. Значит, что здесь есть? Здесь ярко ощущаются сосновые оттенки. Для меня это история про, когда ты выходишь на пляж, солнечный пляж, и там растут сосны, которые начинают, да, с которых течь вот эта ароматная смола, и в воздухе вот это вот все витает, вроде солнечно и вроде прохладно, в то же время очень ароматно, очень красиво и не красиво, скажем так, а, и еще почему побережье, да, потому что морская волна, вот эти соленые свежие оттенки тоже слышны в аромате. Знаете, вот такое ощущение, да, как сказка, да, что такое место еще бы поискать, где оно находится, и когда ты в него попадаешь, что там хочется быть, там хочется наслаждаться. Интересная, да, вот история создания аромата, и в то же время, как это все подкреплено нотами. Красиво, необычно. Я точно знаю, что у бренда Gritty Antalya есть сходный аромат по звучанию, вот, он более насыщенный, более яркий, концентрированный, этот все-таки такой послабже, поделикатнее. Ну, интересно попробовать его на моей коже, на своей коже поощущать, да, и я вообще за то, чтобы экспериментировать в парфюмерии, не все время упираться в один и тот же аромат, который вам понравился, и все время подобный ему находить, потому что это скучно, и это, наоборот, как бы закрепляет вас в проживании одних и тех же эмоций. Когда вы открываетесь новому и проживаете новые эмоции, это дает вам раскрывать новые качества, новые грани жизни, поэтому не бойтесь экспериментировать, и даже если вот нравится вам один аромат, как вот мне здесь один номер шесть понравился, понравился а-ля карт, я не буду его носить, я буду все время, я буду останавливать себя для того, чтобы экспериментировать с чем-то новым, потому что бывает часто такое, когда ты занашиваешь аромат, и потом уже тебе становится, знаете, как бы не хочется его носить, и я не хочу так разочаровываться от ароматов, поэтому я позволяю себе носить больше и получать удовольствие от эмоций в аромате тоже больше. Итак, дальше, интересно, что мне консультант дала несколько пробников, два пробника, там еще у них вышел крем, но про крем не буду рассказывать, потому что мы все-таки про парфюм говорим, два пробника, я взяла Айсбах и Фигала, Айсбах, почему его взяла, потому что мне понравилась история, что парфюм Айсбах посвящен притоку реки в Мюнхене, и как раз на этой реке происходит знаменитый в Мюнхене серфинг, то есть серфингисты, я даже показывала этот фрагмент в своих сториз, серфингисты вот прямо на реке, в искусственной волне, начинают всякие трюки выделывать, и мне кажется, если у вас предстоит какая-то поездка в Мюнхен, и вы ищете кому-то подарок, то обратите внимание, прикольно, там еще внутри книжечка про этот аромат написано все, и вот так вот выглядит пробник, очень красивая упаковка, если вы ищете кому-то подарок из Мюнхена, то прям присмотритесь, может быть, это аромат как раз про то, что нужно, и так наносим его, это пятый аромат, Айсбах, да, то есть у нас так называется, посвященный реке, да, известной в Мюнхене, что хочу сказать, он цитрусовый, и с оттенками базилика и лаванды, базилика и лаванды, вот, с травяными оттенками, немного вызывает ощущение мыльности, это нормально, такой горьковатый, горьковатый, для тех, кто любит цитрусов, горьковатый, свежие ароматы, да, подойдет, один из универсальных, мне кажется, даже парфюмов, вот, который можно использовать, из-за того, что цитрусы здесь горчинка идут, и травы есть, его даже можно использовать, не только, да, на каждый день, для эмоций, но еще и для делового гардероба, и следующий парфюм, который я еще приобрела, то есть, не я приобрела, а мне дали в подарок, это фигала, это их новинка, это, ну, десятый, получается, аромат, он по-другому выглядит, получается от всех, да, по упаковке, и вот даже, если мы здесь посмотрим, покажу вам, как выглядит описание аромата, то есть, инь и ян, да, две у нас части, которые слышны в начале, и которые слышны в раскрытии, тоже мы нанесем с вами это на салфеточку, уже она какую-то, да, это другая чистая, и послушаем в раскрытии, этот аромат более, знаете, с таким древесно, древесно-фужерного, направления, даже, наверное, больше древесного, во вторую очередь, фужерного, нет, в древесно, в древесный уходящий, почему, потому что здесь есть оттенки землистости, вот это вот пачули, ветивер, может быть, напоминает парфюм терра от Эрме, но такой, более какой-то необычный, потому что слышны здесь оттенки ланг-ланга, цветочности, и легкие оттенки табачности еще есть, но в целом, да, он такой очень темный и очень, 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 очень темный и такой землистый, да, вот история от Эрре от Эрме, больше он, наверное, я вижу его больше на мужчинах в ощущении, потому что он темноват, он грубоват, и фигала, это как раз тот мужчина, который ухаживает за собой, да, который там костюмчик с иголочки одевает, выбирает себе ботиночки под образ и так далее, почему его взяла, потому что, с одной стороны, это новинка, с другой стороны, консультант сказал мне такую вещь о том, что, ну, возьмите, это вы подарите своему мужчине, я такая, ну, почему нет, надо взять, и поэтому, да, вот этот аромат появился у меня в коллекции, тоже на пробу, и так, подводя итог, что можно сказать про бренд Lengling, я в восторге, мне очень понравилось и само оформление бутика, и сам подход к презентации, и сама концепция аромата, и парфюмы, то есть, я получила удовольствие три в одном, то есть, это тот сервис, который я бы хотела, чтобы оказывали во многих парфюмерных бутиках, поэтому от души вам рекомендую, если будете в Мюнхене, зайдите, познакомьтесь с дегустацией, да, с первоисточником, как это все проходит, и получите это ощущение удовольствия от души, в общем, бренд Lengling, да, в моем сердце, я прям приятно, приятно была удивлена, впечатлена, поэтому и ароматы вам могу рекомендовать попробовать, если что-то, вас заинтересовало, точно знаю, что эти парфюмы представлены в Москве, в том числе, в Золотом Яблоке, да, правда, не знаю цены на парфюм, продаются ли у нас миниатюры, но в любом случае, да, можно найти возможность себе что-то заказать, приобрести и потестировать даже в России, поэтому благодарю вас за внимание, напишите мне, пожалуйста, обратную связь в комментариях, как вам видеообзор на парфюмерный бренд, интересно, не интересно, да, вам, когда я делаю такие обзоры, знакомство с брендами, что особенно понравилось, о чем вы хотели услышать больше или в дальнейшем от моего канала или таких видео информационных, когда я рассказываю о бренде. И с вами была на связи Валерия Нестерова, парфюмер, благодарю за то, что были со мной и уделили время знакомству с ароматом. До встречи в следующих видео.